Бюджет Ненецкого округа на 2018 год и плановый период до 2020 года принят во втором и третьем окончательном чтении. Это значит, документ проработан буквально до каждой запятой. Доходная часть казны региона в следующем году составит 14 млрд 243 млн рублей, расходы на 2 млрд больше. Дефицит 14,5%. Что кроется за цифрами окружного бюджета, расскажет Мария Владимирова. Бюджет Ненецкого округа на 2018 год и плановый период до 2020 года основан на государственных программах и их проектах. Объем доходов составит более 14 млрд рублей. Это с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые составят 306 млн. Остальная сумма – налоговые и неналоговые доходы. Расходы превысят доходы на 2 млрд. Таким образом, дефицит региональной казны будет 14,5%. На 2018 год источниками финансирования дефицита являются изменение остатков на счетах в размере 21 млн. рублей, погашение кредитов в размере 5 млрд 700 млн. рублей и получение кредитов от кредитных организаций в размере 7 млрд 700 млн. рублей. Сумма бюджетных кредитов планируется в размере 1 млрд 161 млн. рублей. На обслуживание госдолга в 2018 году потребуется 629 млн. рублей. Между тем, бюджет округа останется социально направленным. Наибольшая статья расходов региональной казны – 30% будет направлена департаменту образования, 19% на социальную политику, 14% на национальную экономику, 9% на сферу здравоохранения, на жилищно-коммунальное хозяйство пойдет 8%. На 2018 год произошло перераспределение структуры расходов по сравнению с 2017 годом в сторону увеличения доли расходов на образование и социальную политику. Планируемых доходов в 2018 году и плановых периодах недостаточно для исполнения всех бюджетных обязательств округа. Тем не менее, бюджетные ассигнования направлены прежде всего на исполнение первоочередных расходов. Несмотря на дефицитность бюджета, в нем предусмотрены субсидии юридическим лицам в целях компенсации недополученных доходов, субсидии по авиа, водным и автомобильным перевозкам, коммунальным услугам. Расходы бюджета сформированы в программном формате. С 1 января 2018 года таких в Нейнском округе будет 30%. Четыре самые крупные государственные программы, на долю которых в окруженных расходах приходится больше половины или 56%. Это расходы на госпрограмму развития образования в сумме 4 млрд. 232 млн. рублей, развитие здравоохранения в сумме 1 млрд. 995,6 млн. рублей, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Нейнском округе, в сумме 1 млрд. 498,3 млн. рублей. И социальная поддержка граждан в сумме 1 млрд. 280 млн. рублей. Несмотря на сложность бюджета, в 2018 году в Наринмаре будет продолжено строительство третьей школы, начато строительство школы в поселке Искателей. Продолжится участие в долевом строительстве жилья для переселения граждан, запланированы средства и на строительство детского сада в Неси, реконструкцию автомобильных дорог. Кроме того, по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Нейнского округа Александра Цибульского учтено проектирование школы сада в Нельмином Носе.